МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Алексей Анатольевич, каковы итоги работы за 11 месяцев? Много ли преступлений было совершено на территории города за это время? И какова раскрываемость? Дежурной частью МВД России по городу Абакану за 11 месяцев принято примерно 40 тысяч сообщений о преступлениях, происшествиях и разных событиях, имеющих отношение к органам внутренних дел. Из них мы возбудили 4 тысячи уголовных дел. Не вдаваясь в проценты, можно сказать так, что из 10 преступлений раскрывается примерно 6. Таким образом, раскрываемость преступлений стояла 56,7%. Много это или мало, мы подросли в сравнении с прошлым годом на 5%. Поэтому все равно считаю, что это в пределах арифметической погрешности. Можно сказать, что уровень преступности в городе Абакане остался на прежнем уровне. Если опять-таки обратиться к статистике, а кто чаще всего совершает преступление? Это женщины, мужчины, может быть, возраст? Если взять по гендерному признаку, то женщины совершают преступление 18%. Значит, остальное приходит, соответственно, на мужчин и дети. У нас всего их 3%. То есть, вот в этом плане делится так. Если взять, например, по возрастному цензу, в основном это социально активные граждане. Да, бывают, конечно, исключения. И в глубокой старости люди совершают преступления. Но, тем не менее, это средний возраст 25-50 лет. Значит, если взять по социальному признаку, то хотел бы обратить внимание, что 70% совершенных преступлений не имеет постоянного источника доходов. Алексей Анатольевич, а какие преступления наиболее часто происходят в нашем городе? Что для Абакана характерно? Ну, здесь, наверное, я не открою никакой тайны, если скажу, что подавляющее большинство преступлений – это кража. То есть, хищение имущества разного квалифицирующего свойства. Вот, это 40%. 12%, например, да, это мошенничество. 11% преступлений от общего числа, да, от 4 тысячи – это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Около 10% преступлений, да, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. 3% грабежей. А из года в год эта тенденция, статистика, цифры, они меняются? Или кражи, как были на первом месте, так всегда и остаются? С учетом того, что законодательство уголовное в этом плане практически не меняется, то статистика тоже остается на том же самом уровне. Вот, ну, к примеру, ввели уголовную ответственность за торговлю спиртом. Конечно же, появились преступления, связанные с данным видом деятельности, да. А по традиционным, например, преступлениям, это кражи, мошенничество, телесные повреждения, да, разной степени тяжести, они примерно остаются в тех же пропорциях, которые и были. То есть нет резкого всплеска того либо иного вида преступлений в городе. Алексей Анатольевич, а есть ли в Абакане, может быть, какие-то наиболее криминогенные районы или для каких-то противоправных действий здесь район не имеет значения? Если смотреть по анализ, сделать уличные преступности, преступность в общественных местах, то преступления совершаются там, где больше развлекательных заведений, где находится большое количество людей, да, в дневное, в ночное время. Ну, с учетом того, что подобного рода развлекательные, да, увеселительные заведения находятся все-таки в центральной части города. Здесь большой жилой массив, то есть много квартирных, многоэтажных домов. Соответственно, и преступления совершаются здесь. Но сказать так, например, что в городе, вот в пределах, в границах улиц таких-то и таких-то совершаются преступления, больше сюда ходить нельзя, а везде можно, то так нет. В принципе, они все распределяются более-менее равномерно. Но с учетом все-таки населенности. То есть чем больше населенность, тем и больше преступность, соответственно. То есть вот такая закономерность прослеживается. А можно ли назвать категорию людей, которые чаще всего становятся жертвой преступника? И часто ли жертвы сами провоцируют, можно сказать, злоумышленников к противоправным действиям? Таких категорий несколько. Первое, на что хотел обратить внимание, это лица, находящиеся в момент преступления, в состоянии алкогольного опьянения. Большое количество преступлений и связано именно с этим обстоятельством, когда потерпевшие, злоупотребив этим зельем, плохо помнят вообще происходящее событие. Ну и поэтому становятся жертвами преступления. Это одна категория. Вторая категория – это, так можно сказать, слишком доверчивые люди, которые становятся в силу разных причин жертвами обмана. Которые доверяют, например, свои вещи, свои телефоны, свои банковские карты посторонним лицам. Но прозрение наступает уже слишком поздно, когда преступник, в общем-то, уже ушел. А есть категория потерпевших, которые безразлично относятся к своему имуществу. То есть это не обязательно физические лица. Здесь можно уже говорить и о юридических лицах. Да, предприятия не оборудуются охраной, системами видеонаблюдения. То есть не принимаются самых элементарных мер, не нанимается, например, сторож, к сохранности имущества при наличии материальных ценностей. Ну, на базах, складах, предприятиях и тому подобное. Кроме того, по физическим лицам, если взять, есть, конечно, случаи, когда люди забывают, оставляют, бросают без присмотра свои имущества, свои предметы, представляющие для них ценность, которые в дальнейшем похищаются иными людьми. Тем самым происходит преступление. Алексей Анатольевич, если вернуться, скажем так, к возрастному цензу преступников, да, есть преступления, которые совершаются несовершеннолетними. Это количество, количество преступлений, совершенных, можно сказать, подростками, оно снижается? Да, снижается, но незначительно. 51 преступление было совершено в городе Абакане на несколько штук меньше, чем в прошлом году. Вот, в целом, если так можно выразиться, ситуация с преступностью несовершеннолетней не кажется угрожающей. Всего 3% от числа расследованных преступлений. Вот, в целом, ну, можно сказать, что ситуация пока благоприятная. То есть, нет у нас оснований полагать, что будет какой-то рост или всплеск детской преступности. Но это достигается, в общем-то, большим, наверное, количеством, большим объемом профилактической работы, которую оказывают сотрудники УВД города. А в чем выражается эта профилактическая работа? Если разделить всю профилактическую работу с несовершеннолетними, можно ее поделить на общую превенцию и на частную, да, то есть, общаясь, например, с детьми в школах, да, в других образовательных заведениях, по месту проведения их досуга, наши сотрудники, проводя профбеседы для всех, да, пытаются объяснить и разъяснить ненужность, недопустимость противоправных действий на столь раннем возрасте, да. Вот. Но если уже несовершеннолетний, например, совершил, либо преступление, либо общественно опасное деяние, то есть он не достиг возраста уголовной ответственности, да, либо административное правонарушение совершил, то к нему уже применяются меры индивидуальной профилактики. Основным видом профилактической деятельности, да, является все-таки профилактическая беседа, постановка на различные учеты, вот. Но большую роль, наверное, в этом играет все-таки личность сотрудника полиции, да, кто так или иначе непосредственно беседует с несовершеннолетним, да, убеждает его в необходимости послушного поведения или закона послушного, да, раз убеждает его в его желании, там, продолжать совершать правонарушения, да. Большая работа у нас ведется по разобщению противоправных групп, да, детских, которые состоят, например, по разобщению противоправных смешанных групп, где взрослые оказывают негативное влияние на детей. Большая работа проводится, еще раз подчеркиваю, с учебными заведениями, это и с соцпедагогами, и с заучьем по воспитательной работе, и управление образованием, то есть за каждой школой у нас закреплены по несколько сотрудников. Проводятся дни профилактики, в которых большое количество личного состава приходят в школы для проведения профилактических бесед самого разного свойства, то есть начиная от разъяснения от юридической ответственности, да, до, ну, грубо говоря, вопроса, там, поступления в высшие учебные заведения. Вот, то есть весь этот спектр работы, я считаю, вот он, в общем-то, и дал такой результат, большое внимание уделяется детской занятости, я имею в виду тех детей уже, которые имеют неприятности с законом, вот, летом пытаются их и трудоустроить, да, и специальные отправить смены, да, в детские лагеря, чтобы они были, грубо говоря, под присмотром, вот, чтобы чем-то их занять, то есть, мое-то глубокое убеждение, что детская преступность в том числе, да, она, в общем-то, вот, не занятости происходит. Согласен, есть, конечно, и социальный аспект, вот, но все-таки, да, когда дети предоставлены сами себе, вот, у них есть больше вероятность встретиться с нами уже в качестве соперников, да, так скажем. Алексей Анатольевич, каждый год, подводя итоги своей работы, вы рассказываете, может быть, о необычных, неординарных случаях, произошедших в практике сотрудников полиции за эти 11 месяцев, что-то неординарное, курьезное происходило? Очень интересный случай, вот, ага, заявили вот сегодня кражу у нас телефона на СТО, мы с ног сбились, там все искали и подозревали, фотороботы преступников составили, и уже стали их искать и поехали, а оказывается телефон, его просто машину возле этого СТО раздавили, никто его не похищал. Есть, конечно, звонки, которые вот особенно, например, ну, так скажем, отвлекают от работы, но лиц, так скажем, не совсем со здоровой психикой, тем не менее, мы обязаны все звонки принимать, вот, и когда вот по одному и тому же поводу, да, например, ну, сотни раз происходят звонки, это очень сильно, конечно, отвлекает от работы, вряд ли это можно курьезным случаем назвать, и, наверное, здесь нужны уже другие специалисты, а не только в органах внутренних дел. По преступлениям, которые совершаются, по нелепости, что ли, таких вот, наверное, каждое преступление, оно все-таки и весь преступление, то есть нельзя его относить к курьезным казусам, вот, и какие бы с виду не были бы комичные условия его совершения, все равно оно остается противоправным, уголовно наказуемым деянием. Алексей Анатольевич, а в вашей работе простые жители города Абакана вам помогают? Просто они неравнодушные, обидительные граждане. Если сказать, что они нам не помогают, конечно же, это была большая-большая неправда. Вся наша работа, в общем-то, да, и личный сыск, и разыскные мероприятия, и охрана общественного порядка, она, эти мероприятия не отлучны, вот, население вообще. Здесь стоит отметить и работу народных дружинников, стоит отметить и работу общественников, и внештатных сотрудников полиции. Большое подспорье оказывают, например, те предприниматели, физические лица, да, оснащая свои объекты, свои дома системами видеонаблюдения. Большую помощь оказывают в раскрытии преступлений средства массовой информации. С помощью интернета также можно искать преступников. Это я все не к тому, что мы не способны самостоятельно это делать. Ведь речь идет об эффективности, а значит, о скорости. Безусловно, вот, граждане очень отходно откликаются на сообщения, размещенные в средствах массовой информации и интернет, о поимке тех либо иных лиц. Ну, в основном, это, конечно, по тяжким преступлениям. Вот, последний, например, сюжет по ДТП со смертельным исходом, да, граждане оказали большую, конечно, помощь. Вот, поэтому от себя хотел бы, конечно, выразить слова признательности всем тем, кто не остался равнодушным к нашим проблемам и проблемам таких же граждан, как они, а оказали посильную помощь, за что им еще, конечно же, большое спасибо. Алексей Анатольевич, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова